Музыка Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил ускорить подачу тепла в социальные объекты и жилые дома региона. Такую задачу губернатор поставил министерством, а также главам муниципалитетов. В Тольятти основной объем подключения тепла в жилых домах начнется с 22 сентября. Полное подключение планируется в субботу, сообщил глава города Николай Ренц во время заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом. Отопительный сезон в Тольятти стартовал 20 сентября. В понедельник тепло начали подавать в учреждения социальной сферы. С наступлением холодов в Самарской области, как и в целом по стране, повысилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 524 заразившихся COVID-19 в губернии. Общее количество заболевших превысило 100 тысяч человек. Дополнительные меры по борьбе с заболеванием были приняты на региональном оперативном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции. В их числе ограничения в работе организации общественного питания, запрет на посещение торговых центров для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей. Ужесточился контроль за действующими ограничениями, в том числе соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте. В Самарской области прекращается плановая госпитализация. Исключение составит случаи сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 21 сентября в Тольяттинском государственном университете неравнодушные студенты и жители нашего города почтили минутой молчания жертв пермской трагедии. Собравшись у главного корпуса, люди возложили цветы к импровизированному мемориалу. Напомним, трагедия в Пермском университете унесла жизни 6 человек, 28 пострадали. Арфа, флейта и скрипка. Энергия молодости в соединении с высочайшим профессионализмом. В Тольяттинской филармонии в рамках международного музыкального фестиваля «Шостакович. 20 век» выступил арфист-виртуоз Александр Балдачев и музыкант и оркестра Самарского театра оперы и балета. Тольятти Азот набирает первых работников на новый агрегат по производству карбамида номер 3. Само строительство производственного объекта подходит к завершающей стадии. Ожидаемый срок ввода агрегата в эксплуатацию – начало 2022 года. Бюджет проекта более 25 миллиардов рублей. Новое производство позволит более чем на 70% увеличить существующие производственные мощности предприятия по выпуску карбамида. Третий агрегат станет социально значимым объектом, который будет способствовать росту экономики губернии и благосостоянию жителей региона. На стройке занято почти 700 человек. После ввода в строй нового производства высокооплачиваемую работу получает еще около 60 человек. Рост выпуска продукции на новом агрегате приведет к увеличению отчисления в бюджеты всех уровней, в том числе городской и региональной. 25 сентября в 18 часов в ДК Тольятти Азот состоится благотворительный спектакль. Суета-сует или юмористические истории, рассказанные в театральном буфете. В постановке принимают участие непрофессиональные актеры, известные люди города, представители городской администрации, бизнесмены и деятели культуры. Все собранные средства пойдут на благотворительные цели – поддержку больных детей. Приобрести билеты можно в кассе ДК Тольятти Азот. Новые школы, больницы, дороги. Наши налоги – это будущее страны и губернии. Будущее наших детей. 1 декабря – последний день уплаты имущественных налогов. Любишь свой город, любишь свою страну, платишь налоги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова